Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу о том, кто и почему победит в вечной борьбе книголюбов и киноманов. Согласно старой шутке, фраза «книга лучше» может слушать ответом практически на любой вопрос. И просмотр даже самой удачной экранизации фаната литературного первоисточника нередко завершают именно этими словами. Вроде бы все ясно, но многих из нас по-прежнему волнует, что же сделать в первую очередь – посмотреть фильм или прочесть книгу. А некоторые до сих пор не могут взять в толк, зачем тратить время и силы на чтение, если включить телевизор, открыть ноутбук или сходить в кино намного проще. Давайте разберемся, кто же прав в этом споре – фанаты кино или книг? Начнем, пожалуй, с достоинств и недостатков книг. Наверняка вы не раз слышали, что читать книги полезно. Почему? Во-первых, увеличение литературой позволяет эффективно снимать стресс, увеличивать словарный запас, расширять кругозор, а также развивать внимание, творческие способности и эмоциональный интеллект. А во-вторых, при знакомстве с художественным текстом наш мозг работает совсем не так, как при просмотре фильма. И это дает книголюбу ряд преимуществ перед киноманом. Посвящая время чтению, мы одновременно тренируем самые разные отделы мозга. Работают зоны, отвечающие за зрительное восприятие, речь, воображение, ассоциативное мышление и эмоции. Нервные волокна покрываются более плотным слоем проводящего вещества – миелина, и это действительно спасает от многих заболеваний мозга, например, от болезни Альцгеймера. Процесс чтения требуется намного больше времени, чем длится любой полнометражный фильм. Вот, кстати, и главный минус книг. Мы не обязаны сосредоточенно смотреть на экран, забывая обо всем на свете. И у нас появляется возможность сделать перерыв, чтобы осмыслить авторскую задумку, соотнести прочитанное собственными воспоминаниями, оценить опыт персонажей и понять их ценности. А переварить фильм мы можем только после окончания просмотра или поставив видео на паузу. И все из-за того, что наше сознание по природе своей противится тому, чтобы в одно и то же время воспринимать внешние события и обращаться к внутреннему опыту. Так что, если вы хотите лучше усвоить новые идеи и найти им применение в жизни, выбирайте книги. Продираться через текст иногда бывает нелегко, а вот и второй минус. Но это всегда пойдет вам на пользу, какой бы жанр вы не выбрали. Если при чтении мозг активно работает и тратит на это море энергии, то просмотр фильма помогает ему отдохнуть. У зрителя нет необходимости распутывать клубок из сюжетных нитей и пытаться понять, чего же хотел автор. Можно расслабить извелины и просто идти по тому пути, который проложила съемочная группа. С одной стороны, это печально. Никакого простора для воображения. Персонажи и локации выглядят так, как решили режиссеры и художники по гриму, костюмам и декорациям. С другой, так мы экономим время и силы, все еще получая удовольствие от новой информации. Это особенно ценно в современном мире. Не стоит забывать о том, что в кино бывают шикарные спецэффекты и закадровая музыка, а экранизация литературного произведения может помочь за короткое время ознакомиться с сюжетом на несколько сотен страниц. Но, как бы ни старались режиссер, сценаристы, актеры, им не удастся перенести на экран все подробности, мысли персонажей и описания. Поэтому, скорее всего, мы так и останемся недовольны киноверсиями «Войны и мира» или «Мастера и Маргариты». Когда мы пытаемся заменить книгу экранизации или сравнить новелизацию с любимой кинокартиной, мы поступаем как минимум наивно. Все-таки кино и литература — это два разных вида искусства. Закономерным образом могут различаться их свойства и задачи. Поэтому выбирать между фильмом и книгой — все равно, что спорить, что лучше — живопись или балет. Новелизация никогда не сможет создать у читателя то же ощущение, что он испытал когда-то у экрана. Да и режиссер фильма не обязан дословно передавать мысли автора исходной книги. Прекрасно, если он расставляет в произведении свои акценты. Это помогает включиться в диалог двух художников и посмотреть на обозначенную тему с разных сторон. К примеру, вы немного узнаете о литературных первоисточниках из работ Андрея Тарковского, но это не сделает его «Сталкера» и «Солярис» менее ценными для зрителя и кинокритика. А с «Космической Одиссеей» Кларка и вовсе случилось странное. Из рассказа «Часовой» вырос сценарий фильма Стэнли Кубрика, который стал основой для романа «2001. Космическая Одиссея». И потом, писатели нередко пробуют себя в роли сценаристов, и наоборот. В общем, если вдуматься в суть вопроса, становится ясно, почему книголюбые киноманы из года в год остаются каждый при своем мнении. Так что лучше всего не ограничивайте себя. Читайте хорошие книги и смотрите интересное кино. Только тогда вы получите и пользу, и удовольствие в полном объеме. Книги — это двери, что выводят себя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз.